Боюсь, что для вас сейчас непонятно, какое имеет отношение к комбинатурным задачам. То есть понятно, что здорово искать максимальные способности, но не очень понятно, какое отношение к комбинатурным задачам имеет эта песня. Давайте хотя бы какой-нибудь пример посмотрим. Давайте хотя бы какой-нибудь пример. Смотрите, именитая теорема Хоула по различных представителях. Или она же называется теорема о деревенской свадьбе. Давайте ее быстро сейчас сформулируем и, соответственно, докажу на выведу ее из теоремы Форн-Хотт-Рессонда. Итак, господа, сейчас у нас уже не будет никаких предпочтений, а у нас будет такая ситуация. Есть, ну давайте, девушки. У каждой девушки есть срисок юношей, за которых она, в принципе, согласна выйти замуж. Может быть, у кого-то этот список устой, ну вот не хочется, она вообще не имеет права. У кого-то он может состоять из одного Шварценеггера, у кого-то из Апамы, у кого-то из меня. Ну, в общем, у каждого свой список. То есть у каждой девушки какой-то там свой список. Пока все понятно, да? Отлично. А теперь вопрос. Господь Бог смотрит на все это срисокарно. Ну или там суперэлектронная смаха какая-нибудь. Вот. И хочет устроить всеобщее женское счастье. Всеобщее женское счастье, это означает, что каждая из существующих на свете женщин получает себе мужа из ее списка. Ну уж сама виновата, что написала. Вот кого написала, вот любого из них тебе дадут. Замечательно. Вопрос. При каких условиях на систему этих блокнотиков такая всеобщая радость возможна, а при каких нет? Ну давайте посмотрим. Простое условие. Ясно, что каждая девушка должна хоть кого-нибудь написать. Без этого всеобщая свадьба невозможна. Согласны? Потому что если хоть кто-то вообще никого в блокнотик не написала, то все, она останется без мужа, очевидно, потому что у нее в списке никого нет. И значит всеобщая счастье не произойдет. Отлично. Отлично. Дальше. Понятно, что для каждых двух девушек, если возьмешь, кто у нее в блокнотик и кто у нее, не может быть, чтобы это был один человек. Но может быть, чтобы он запасен? Нет, я не говорю, что не может запасен. То есть ситуация, что это двоих, а это вот так запасен. Но не может быть, что обе за одного, потому что тогда свадьба невозможна. Согласны? Как это сформулировать точно? Дебята, внимательно. А очень просто. Для любых K-девушек, если взять их блокнотики и объединить, то всего там будет упомянуто не менее, чем K-юноши. Пока все понятно? Замечательно. Теперь все, забыли о всяких девушках-юношах. И формулируем теорему Холла различных представителей. Итак, Холла, если А1, А2 и так далее, АН множество, такие множества, что объединение любых нескольких из них, нескольких, в смысле от одного до Н, нескольких из них, или однобой или нескольких, да, ну, в смысле, от одного из нескольких из них, состоит из не меньшего числа элементов, из не меньшего числа элементов, чем их количество, то есть, если мы объединяем 10 штук, то объединение должно состоять не меньше, чем из 10 элементов. то есть система различных представителей. то есть в каждом из этих множеств можно выбрать по одному элементу таким образом, что и все эти элементы мутравны. Проще говоря, возможно, все вообще с вами. Каждой девушке, по мужу, и все хорошо. Так вот, ребята, я, разумеется, мог бы сейчас эту теорему, чтобы доказать по индукции, что-то, кстати, вам советуют, замечательные совершенно задачи, но я ее сейчас легко и просто выведу из теоремы Я беру источник, сейчас я скажу на честь, я беру девушек, всех, к каждой девушке я подвожу по трубе, простите, не знаю там, трубу с кофе, вот, кофе-провод, бывает такой кофе-провод? Бывает, вот, и если эта девушка согласна за голодь выйти, то я этот самый кофе-провод продолжаю, да. Кофе, кстати, это очень вкусное, замечательное, так что у них будет хорошо. Вот, ну и после этого от каждой юноши я тяну этот самый кофе-провод, ну и не знаю, когда он там потом девает, в общем, все, ушло, ушло, все, он выпил, счастливый, и все. Вот, теперь внимание, что такое система свадеб? Это максимальный поток на этой свадебе. Потому что, смотрите, у меня же, у каждой девушки, только приходящая труба. Свайп, это вот так. Значит, итак, девушка, кофе, помойка, обмазь, и все. Вот, теперь давайте проверять, почему, если выполнено условие теоринга холла, почему в таком случае существует максимальный поток, и, внимание, почему этот максимальный поток действительно равен количеству девушек? Собственно, для этого... Очень легко. Ребята, мы должны рассмотреть любой разрез и посмотреть, какая же мощность этого разреза. Вспоминаем, что такое разрез. Источник должен быть у нас в левой части разреза. Сток должен быть в правой части разреза. Дальше здесь. Может быть, в любом. То есть, одна или несколько девушек могут быть в левой части разреза. Давайте я думаю, писать. А, А. Один или несколько юношей могут быть в левой части разреза. Давайте я думаю, скажем так, вот такой А. А вот все остальное, остальные девушки и остальные юноши будут в правой части разреза. Давайте теперь разбираться. Вспоминаем. Вторая пропускная способность это сколько у нас идет из А в Б. Замечательно. Смотрим. Во-первых, идет из А в Б. Это вот здесь. Согласны? Я уж не знаю, сколько тут человеку. Сколько это идет? Отлично. Запомнил. Во-вторых, у нас из А в Б идет вот здесь. Согласны? Ну и в третьих. Так вот, внимание. Если всего девушек у нас N человек, если здесь их K человек, а здесь, соответственно, N мус K, понимаете ли вы, что по условию теории Холла вот здесь вот будет не менее, чем K. Согласны? Потому что у этих самых-то девушек не меньше, чем K. Ну а каждый каждой запись в блокноте соответствует хотя бы одна труба. Замечательно. Значит, здесь не меньше, чем K. Да здесь не меньше, чем N минус K. Всего уже получилась пропускная способность разреза не меньше, чем N. Поняли? Все. Я из теории Холла Выявил теорию о деревенском свале. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ